здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко как вы помните городской округ люберцы эта территория спорта и даже зимой после праздника вернее праздник у нас бесконечно пока продолжается внутри этого праздника спортивные люди на некоторое время могут заставить себя отойти от стола и направиться каким-нибудь спортивным сооружением причем сделать это могут и дети и взрослые и люди зрелые потому что у нас активно работает активное долголетие вот об этом и многом другом мы поговорим сегодня с нашими гостями которые находятся в студии открытого диалога это инструктор по скандинавской ходьбе дирекции спортивных сооружений городского круга люберцы или на виктор на арсентьева которая была уже гость нашей программы адрес тирина виктором на и руководитель дирекции спортивных сооружений городского круга люберцы сергей владимирович стрекаловский здравствуйте и владимир добрый день с наступившим вас новым годом вот сразу же такой вопрос а спортсмены тоже отрываются по полной программе на новый год или все-таки они более как это скромно один день погуляли а потом уже тренировки начинаются но верно я скажу сдала вы же руководитель естественно и до нового года и после нового года все очень активно проводят свое время если после нового года это восстановление сил после салатов и бутербродов с икрой до нового года это подготовка естественно к новому году вот а вообще все спортсмены все очень активные люди которые занимаются физической культурой спорты всегда в хорошем тонусе и всегда готовы выйти на лужню покататься на коньках ну или пройтись по парку то есть не 8 дней сидеть и есть два дня погулять а потом уже заняться спортивными какими-то трассами я думаю что да но я так понимаю что и на этом тоже нас подтвердит потому что она была уже у нас тоже в гостях как и оси ладиша рассказывала с такой любовью о своих подопечных до которые новый год они отметят понятно там уже где-нибудь рождество до много или перед рождеством после рождества все таки выйдут да и будут заниматься спортом верно мы обязательно выйдем причем я надеюсь что мы выйдем достаточно большим числом ну скажем так загадывать не буду но рассчитывать на 80 80 уже это уже причем это не просто чемпионат почти да это будет фестиваль по скандинавской ходьбе в рамках городских мероприятий рождественских сергей владимирович как они называются но все что у нас связано все приурочен в любом случае зима под москвой зиме под москвой и к нашему главному проекту который сейчас готовится с подачи нашего главы это празднование 400-летия городского круга лида уже уже начали уже все январь уже начинается 400 400-летие города городского круга люберцы и поэтому спортивное состязание это только начало даже не представляю сколько их будет как много и бы то есть 80 человек зима подмосковья января все рождественский поход рождественский поход замечательно селыч вот зима подмосковья тоже уже как бы такой давно существующий проект плюс окрашены вот в она 400-летие городского круга люберцы и конечно же мы помним об активном долголетии которая но с небольшим перерывом понятно пандемийным все-таки вернулась в нашу жизнь вот как вы оцениваете работу активного долголетия и работу скажем тех людей которые занимались подготовкой в жизнь притворяли всю эту историю и конечно же теми людьми которые принимали участие в этом для которых это все идет вот ушедший год как он с точки зрения активного долголетия но я вам с честно признаюсь и это не секрет и мы гордимся тем что городской округ люберцы показал лучше лучшие лучшие скажем результаты реализации этого как раз губернаторского проекта то есть мы впереди всех на нас теперь будут ориентироваться да да только в дирекции спортивных сооружений у нас работает пять специалистов по этому направлению на стадионах и в парках вот ирина викторна работает по скандинавской ходьбе на стадионе труд у нас занятие по фп общая физическая подготовка как раз с данной категории лиц далее на стадионе урожай в тамилина у нас даже целых два направления это настольный теннис группа начитает порядка 40 человек того возраста до настольный теннис казалось бы также есть группа общей физической подготовки ну и стадион болятина стадион электрон это тоже как раз работа с такой категории вот чем скажем так одно дело когда да простит меня сергей владимирович ну руководители говорят да они же как правило стараются все-таки выполнять свои планы все вместе я имею ввиду весь спортивный так сказать руководящий комплекс наш а другое дело когда реагируют люди для которых это делается ирина викторна вы как говорится на земле прям работаете с людьми вот они довольно активным долголетием это им это нравится они чувствуют какую-то заботу со стороны округа вы знаете мне кажется что ну так ставить вопрос не совсем корректно потому что довольно недовольно это не отражает сути вопроса мы 26 я имею до команды торпеда северная ходьба 26 декабря отмечали новый год новогодняя рука для взрослых она была организована сергей владимирович стреколовским вот и одна из участниц на теле на камеру сказала следующие слова которые отражают истинную суть так она сказала следующее мы не просто кружок по скандинавской ходьбе мы клуб клуб по интересам потому что кроме занятий скандинавской ходьбой спортом у нас есть много общего мы проводим вместе маслинцы новый год 8 марта дни рождения то есть как говорили до северная ходьба это больше как говорили советское время как он новая общность людей да пожалуйста да ну вот следующая на это лучше такая как бы лучшее подтверждение того что вкладывалось в программу потому что она существует и московской области и в москве и в других больших городах пытаются заниматься этим вопросом что это не просто но человеку сказать вот теперь ты можешь с палочками походить или ты можешь ракетку подержать или мы тебе мячик выделим и место ты можешь прийти бесплатно поиграть или там в бассейн я хожу в бассейн очень часто группы по долголетию тоже там находятся что люди помимо этого они там знакомятся особенно одинокие люди до в силу разных причин они находят общие темы и действительно появляется клуб то есть в продолжение ваших слов да и слов как раз ирина викторовны мы даже когда делаем объявления производим наборы по различным управлениям занятия по физической культуре мы пишем не просто что приходите позанимайтесь получите там удовольствие движения возможно будете продавать свою жизнь мы акцентируем как раз внимание на том что вы будете активны и активных движениях активных социальной своей адаптации в том числе ведь у нас есть одно из направлений которые как раз соберет такую категорию возрастную у лиц у которых есть отклонения в здоровье то есть мы и в этом направлении тоже ведем работу это отдел по адаптивной физической культуре и вот и естественно люди знакомятся люди люди общаются и когда мы приходили как раз поздравляли наших занимающихся коллег вот с новым годом даже до этого с трехлетием клуба торпеда скандинавская ходьба северная ходьба и и мы говорили о том что вы настолько молодцы что вы создаете не просто какую-то яркую атмосферу вы становитесь одной большой семьей которые в случае каких-то может быть жизненных неурядиц поможет вам до выйти с хорошим настроением с позитивным каким-то взглядом на дальнейшую жизнь и как сказали тоже занимающиеся 55 жизнь а только начинается да потому что надо это новые знакомства многие люди же по 40 лет ни с кем не знакомятся вообще им кажется что только вот старый как бы круг а здесь есть возможность увидеть кого-то нового себя показать да и например возможно создать семью да кстати тоже никто не отменял мужчин к сожалению хватает чтобы создать семью ну мы знаем эту эту проблему до мужчины мы возвращаемся что давайте вот новый год заканчивается и сразу же записывается кстати а где можно сейчас записаться на ходьбу например вот после новогодних всех праздников там числа с 9 10 записываться просто приходите в понедельник и пятницу в 10 часов утра в центральный парк плюверс в 12 на наташинских и мы найдемся но там же как группа есть которая уже знает что делать а новички что будут вы будете придут мастер-класс персонально и дальше они пойдут с группой вот что сегодня мы предлагаем городском округе люберцы по активному загореть и какие направления вообще в целом кроме того что вы уже сказали но мы все таки как спортсмены как люди которые развивают физическую культуру до в округе мы естественно цели на нацели на какую-то секционную деятельность и работу работу инструкторов как раз по направлениям но я еще могу раз повторить это и спортивные танцы под руководством замечательного инструктора карина сергеевны зверковской это и скандинавская ходьба который у нас проходит на болятина это скандинавская ходьба на стадионе болятина имею в парковой зоне это и скандинавская ходьба с ирина викторовна в наташинским парке мы набрали группу тоже приличную то есть мы постоянно развиваем локацию ну и все стадионы наши которые есть городском округе люберцы которые руководствуются там работой дирекции соответственно там тоже каждый человек найдет себе по душе если что-то появится новое мы тут же реализуем наберем группы нам это не сложно и это все в любом случае все направлено для того чтобы адаптация и движение старшего нашего поколения было более комфортной но вот вы говорите что не сложно будет тем не менее понятно что люди которые приходят тренироваться участвовать в этом проекте они приходят и ничего за нее не платят да но люди которые работают тренерский состав дирекция стадиона который мы все-таки должна выработать какие-то планы входит это в их обязанности то есть на сегодняшний день какие-то деньги выделяются на проект активное долголетие они идут как бы из министерства или как как этот процесс происходит но все же прекрасно знают что только проект губернатора московской области господина воробьева естественно все любые локации связаны со спортивной деятельностью с творческой деятельностью с экскурсионной деятельностью в любом случае это ложится на плечи администрации муниципальных образований но у нас уже за последний год так отработана система работы как раз с такой категории лиц что мы не испытываем проблем в принципе с точки зрения привлечения подбора тех или иных опять же активности для того чтобы у людей и развивалась и кто творческие какие-то навыки если они не развивались они будут образовать обязательно развиваться но что касается физкультуры то в таком возрасте движение навсегда она позитивно влияет и на здоровье да и на какие-то дальнейшие увлечения именно скажите а вот те люди которые может быть ну вот пусть помните вот человек пришел там может быть стеснялся и так далее а какие они потом становятся через какое-то время какие они становятся потом через какое-то время я вам скажу приходят люди с разными характерами поскольку у каждого своя судьба свой жизненный опыт свой характер вот и поначалу вы знаете как ёжики новенькие они как ёжики проходит какое-то время и они вливаются коллектив и они становятся частью группы напомню что нас гостях руководитель дирекции спортивных сооружений городского круголюберца сергей владимирович стрекаловский и ирина викторна арсентьева инструктор по скандинавской ходьбе дирекции спортивных сооружений городского круголюберца после небольшого перерыва продолжим напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас в гостях ирина викторна арсентьева инструктор по скандинавской ходьбе дирекции спортивных сооружений городского круголюберца и руководитель дирекции спортивных сооружений городского круголюберца сергей владимирович стрекаловский мы остановились ирина виктор на двух примерах а речь шла о том когда человек участвующий в проекте активное долголетие может долго сомневается что-то ищет какие-то у него ну сложности стесняется ну масса до ощущений и все-таки он приходит я спросил финале в то первой части а каким он потом становится и вот ирина викторовна пообещала нам два случая каких-то рассказать рассказать очень на самом деле очень интересные в моей практике было несколько человек которые пришли и проявили себя как выраженные интроверты то есть на мое предложение а давайте вы будете с кем-то ходить в группе я получал ответ вы знаете мне неинтересно ходить группе если можно я буду ходить в коллективе но одна и какое-то время этот человек ходит один потом вдруг я замечаю он присоединяется к одному по другому и конце концов находит себе подругу и в дальнейшем я вижу как эти люди сближаются они дружат то есть одиночек нет коричек не да то есть интроверты каким-то таинственным образом превращается в экстраверт но здорово старого это первый первая история вторая история я хотела бы сказать относительно социализации на мой взгляд это очень важная часть работы активного долголетия потому что люди возраст ну скажем так 70 плюс они в массе свои одинокие это большая проблема вот и очень интересно интересный случай о котором не сами спортсмены недавно рассказали в группе занимаются две женщины бойкова ольга и леонова зоя вот их удивление оказалось что они живут не только в одном доме в одном подъезде но еще друг по другом через этаж уже на новый год наверняка друг другу гости ходили я думаю вы знаете сейчас они подружились вместе ходят в театры на выставки на концерты то есть вот возникла дружба то есть фактически не не имея возможности заниматься в программе активное долголетие эти люди так никогда бы не узнали в одном подъезде и не могли бы обрести себе друзей но вот я считаю что следующий вопрос я хочу адресовать сергей владимирович стреколовскому что тут еще очень важный момент любое хорошее начинание все равно делают люди и от того коллектива которые занимаются реализации того или иного проекта зависит его конечная цель конечная цель кажется очень благой и в какой-то степени хорошем смысле слова простой сделать так чтобы люди что называется в 55 лет или в 60 лет жизнь только начинается это было не просто слова чтобы это были ощущения чтобы это подкреплялась какими-то эмоциями эмоции как мне кажется это то что удлиняет нам жизнь а если они неправильно это укорачивает поэтому тех кто что за коллектив кто входит в эту команду вашу которую вы создали и это такая довольно сложная работа то что может быть не видим то что не видят например они видят тренера они видят но какое-то отношение как она собиралась где вы искали людей как они работают потому что все таки это же человеческий фактор и опять же работа с людьми но даже не просто работа с людьми работа с такой категории возрастной особенно мы как раз обсуждали да насколько сложно их вытащить из дома убедить в том что данные направления помогут им даже может быть не просто помогут а раскроет какие-то еще качества которые может быть никогда они об этом не думали ну я вам скажу что в дирекции у нас собрано большой коллектив настоящих профессионалов которые работают не только с такой категории скажем возрастной занимающихся но и с детьми и скажем со средним возрастом но так получилось что как раз в начале реализации скажем этого проекта губернаторского нам посчастливилось познакомиться с ириной которая к нам пришла имея амбициозные даже скажем пройдя несколько друг несколько этапов своего трудового пути такие экстравагантные пожелания мы ирину обучили постоянно повышаем квалификацию так же как и других наших коллег мы с огромным желанием отправляем общаться в университет и в институты по программе такая подготовка до существует да и вообще с и вообще сторонник того что нужно каждый ну само государство направляет там раз два раз три года на повышение квалификации а я считаю что человек он должен постоянно работая с с людьми постоянно развиваться и сам в том числе дополнительно потому что методик сейчас появляется очень много методик причем не разработанных не только западными специалистами которые вроде как считаются передовыми но и нашими отечественными научными институтами и сейчас система образования система повышения квалификации настолько разнообразно и что наши инструкторы наши тренеры которые туда попадают приходят с огромным багажом знаний узнают все новое все передовое все то что приходит со всех источников вы знаете даже может быть не столько что-то супер новое но как вы понимаете нужно же свои знания всегда подпитывать конечно их подтверждать и так далее поэтому все мои специалисты которые работают как раз по программе спортивного активного долголетия по направлению физической культуры и спорта по различным скажем видом спорта все они очень активны все они очень грамотные все они с высшими образованиями как раз со спортивными физкультурными поэтому я им доверяю работу они получают обратную связь от тех занимающихся с которыми они на ну просто там на одной волне ну вот ирина скажите пожалуйста мы говорили о том как они реагируют да как 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 у них меняется настроение а вас как-то поменял эта история с активным долголетием вы стали другой а что поменялось о вы знаете так глубоко я не размышляла но я могу сказать ну так при беглом рассмотрении во первых общаясь с людьми более старшими чем я сама я получаю совершенно уникальный жизненный опыт вы знаете в команде люди потрясающие о каждом из них можно писать книгу о каждом первом можно писать книгу и общаясь с такими людьми смотришь каким образом они в жизни себя проявляли как они реагируют они для меня учителя я для них учитель по скандинавской ходьбе они мне для меня учителя по жизни взаимное наполнение так это придает это придает дает мне вдохновение ну это да это главная история да это это главная история вторая история не менее главное я считаю что мне очень повезло вы знаете я работала с разными руководителями с собственниками бизнесов но никогда мне не было так комфортно работать как вот в дирекции спортивных сооружений вот сергей владимир сказал что это доверие возможно это главное сергей владимир что что отношение строится на доверие но действительно никогда еще в своей жизни мне не было так комфортно работать как с вами спасибо ну вот видите мы проверили был у нас вопрос по корр коллектив и сразу же ответка пришла вот а я даже бы добавил при всех мероприятиях в которых мы принимаем участие как руководство как руководство администрации как руководство комитета по спорту каждый раз все занимающиеся уверены виктор на подходит вы пожалуйста ирину викторовну берегите и обижает а вот выступает еще неким таким защитный механизм но и кроме этого они проявляют такую материнскую заботу они в части как раз потому что они видят сколько ирина виктора тратила времени вкладывает вкладывать не просто какие-то знания на свою душу потому что но чек-чек на своем месте что мы сейчас они согласен полностью прошлой программе да у меня вот такой вопрос еще селыч 23 год только наступает мы конечно же как всегда с новым годом связываем все самое лучшее рассчитываем на какие-то изменения ситуации у нас разные бывают сложные они всегда сложные по-разному и это сказывается на человеческом настроении на здоровье на всем чем угодно но тем не менее проект остается проект уже себя зарекомендовал я не могу не адресовать вопрос какие планы на будущее может быть будет что-то новое может быть будут какие-то дополнения к этому вот что вы ответили на такой вопрос о творческих планах активного долголетия но если рассматривать глобально да вот но я считаю что проекту есть куда развиваться даже в рамках городского округа люберцы к сожалению или к счастью вот сейчас пока сложно рассуждать мы пока ограничены с точки зрения там локации это нахождение спортивных объектов а все прекрасно понимают что нет ничего лучше занятий возле своего собственного дома из подъезда вышел до перешел дороги и как раз сам проект активного вот этого активного долголетия он как раз является неким скажем инструментом который нужно реализовать не знаю пока с какими ресурсами и средствами такие клубы недалеко от больших скоплений небольших микрорайонов потому что не каждый поедет заниматься в триумф знаете да с конец пекта не каждый поедет там с стамилина заниматься с к-12 ходьбой в центральный парк поэтому задача сейчас одна из задач на мой взгляд как раз активно долголетия это создавать некие клубы некие локации спортклуб у дома но тогда физку магазин у нас у дома помните было да 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 это будет шикарным вариантом для вообще серьезного массового развития этого проекта но есть ряд ряд неких там проблем есть ряд сложностей но я думаю что как раз двадцать третий год нам позволит выйти на разрулить как у нас говорят решить эту проблему да потому что но показатели хорошие динамика более чем прилично но и двадцать третий год он должен закрепить все наши успехи нашего городского округа в большой московской области и лектор но к вам такая просьба обратиться сейчас вот к тем людям кто еще вот находится в этом состоянии слышал про активно долго и хорошо слышал но все еще боится идти что нужно сделать как как скажут пригласите их в активное долголетие у вас есть такая возможность камера то да можете ближе ближе вот камера позе елочки за дальше дорогие друзья если вы сомневаетесь приходить на скандинавскую ходьбу или не приходить конечно приходите я жду всех вас и тех кому 40 и кому 50 и кому 80 и даже тех кому 90 приходить ко мне на тренировки здесь вы обретете не только здоровье здесь вы обретете друзей наши занятия проходят по понедельникам и пятницам с 10 часов центральном парке и 12 наташинском приходите я жду вас до встречи вот видите уже в живой жизни нашу гостью ну а сергей владимирович вам уже финальное слово новый год наступил у вас есть возможность обратиться ко всем нашим телезрителям и к спортсменам и к родителям спортсменов и к детям спортсменов и как участникам активного долголетия ко всем собственно говоря потому что люберц это территория спорта но вот на вот эту вот камеру но дорогие друзья я традиционно желаю всем наступившим спортивно в том числе году чтобы тот темп который задали спортсмены тот тем как поддержки которые задали родители юных спортсменов том числе только рос росли результаты ну а всех жителей городского круга люберца я приглашаю не только заниматься активным долго в клубе и проектом активного долголетия но и мы все ждем на наших катках и лыжнях городском округе люберцы которые мы готовим для вас для того чтобы вы активно отдыхали а вот что будет летом мы узнаем когда пригласим наших гостей ближе к концу зимы спасибо вам большое это была программа открытый диалог в гостях у нас побывали руководитель дирекции спортивных сооружений городского круга люберцы сергей владимирович стреколовский и инструктор по скандинавской ходьбе дирекции спортивных сооружений городского круга люберцы и вина арсентьева с вами был николай пивненко до свидания и